Итак, есть ещё третья штука, которая всю погоду нашей жизни и делает. Эта третья штука является ключом всех страданий и всего счастья у человека. Это называется штука чувства собственного достоинства или эгоизм человека. Причём интересно знать, что эгоизм бывает истинный и ложный. То есть наше чувство собственного достоинства, которое опирается на знание и правильное понимание вещей, называется истинным эгоизмом. А чувство собственного достоинства, которое опирается просто на свою прихоть, называется ложным эгоизмом. И Веда объясняет, что тот, кто живёт, стимулируя в своей жизни ложный эгоизм или неправильное чувство собственного достоинства, всегда разрушает свою жизнь. А тот, кто живёт так, что он всегда радуется в жизни тому, что правильно, и печалится тому, что неправильно, он всегда опирается на знания в своей жизни, хотя ему иногда что-то хочется, то тогда в этом случае человек побеждает свою жизнь и живёт правильно. И так как эгоизм, в свою очередь, тоже влияет на разум, не только разум на эгоизм, но и эгоизм влияет на разум, поэтому знание человека или понимание мира может сильно поменяться в зависимости от его интересов. Понимаете? То есть если мне что-то нравится, то тогда я начинаю так воспринимать мир. И больше того, не только от интересов меняется восприятие мира, а также от природы человека. Это тоже входит в его эгоизм. Например, женщины по природе очень чувствительные, ранимые. И свод законов женского понимания вещей такой, что мужчина должен говорить очень мягко и нежно. И если он так не делает, значит, он просто неправильный человек. Так женщина считает. И я не буду вам доказывать, что в этом восприятии есть определённые трудности. Не буду, потому что все женщины будут против меня на лекции, и моя лекция не будет удачной. Или, допустим, в мужском восприятии, в эгоизме есть такая брешь. Мужчина считает, что если человек в принципе с ним согласен, он хороший. А если в принципе с ним не согласен, то так или иначе он плохой. Это чисто мужской стиль восприятия мира. И, допустим, если я скажу сейчас, что в этом способе восприятия есть определённый изъян, то и мужчинам тогда лекция тоже не понравится. Поэтому я молчу на эту тему. А вообще в целом надо знать, что эгоизм — это самая больная часть программы нашей жизни. Ну, то есть, вот, допустим, я о чём угодно могу сейчас говорить на лекции, но если вдруг я скажу то, что связано с вашим личным эгоизмом, вы скажете мне в своём уме, а с этим ещё можно поспорить. Или ещё что-нибудь в этом роде. Это означает, что эта тема коснулась лично вас. То есть веда объясняет, что эгоизм — это единственная штука, которая даёт человеку чувство боли и которая причиняет человеку настоящую реальную боль. И это нормально, потому что чувство боли — это защитная штука, защитная вещь в нашей жизни. Например, эгоизм, пропитывая наше грубое тело, наполняет все рецепторы чувством боли. И причём интересно знать, что у всех по-разному. Например, у женщин чувствительность тела в шесть раз сильнее, чем у мужчин. Поэтому и существует определённый этикет отношений к женщине. Не то, что ты как бы эгоистка, ты чего такая чувствительная. Нет, женщина по природе чувствительная. Это её природа так действует. И поэтому есть этикет, что женщину надо брать очень аккуратно за руку, что ей нужна очень мягкая одежда, она должна спать в мягкой постели. Температура её в место, где она живёт, не должна сильно колебаться, потому что она может заболеть. Так действует её чувствительность. А мужчина, допустим, он может спать на жёстком, носить грубую одежду. И когда, допустим, ветер дует из окна, не обязательно, что он заболеет. У тебя женщине странно, вот он на сквозняке сидит и хоть бы хны. Ты бы форточку прикрыл вообще. Простынешь же. Да нет. Чувствуете, какие мы разные? Если у женщины, допустим, эгоизм связан с чувствительностью тела, то у мужчины очень сильно он связан с чувствительностью его психической энергии. Ну то есть у мужчины так интересно работает психическая энергия, что ему очень трудно её перенаправить в какую-то другую сторону. Например, если мужчина работает на какой-то работе, ему поменять специальность крайне сложно. Для него это конкретный подвиг в жизни. Но если даже он отработал на какой-то работе, он приходит домой, как бы он может копать, может не копать, а его жена просит помыть пол. Понимаете, ему, чтобы помыть пол, ему надо реально на это настроиться. А он устал. Вот у женщины в психической энергии таких проблем нет. Она, допустим, говорит, надо помыть пол. Она говорит, ну сейчас помоем. И идёт мыть, почему? Потому что у ней прана или психическая энергия, она не наполнена эгоизмом. Она может легко поменять своё действие в зависимости от необходимости. Мужчине же это крайне сложно. Ему надо сесть и сосредоточиться, и понять, что ему надо мыть пол. Или надо, или не надо, вообще непонятно. Надо разобраться в этом вопросе. Ну то есть, если он себя не вдохновит, он не пойдёт мыть пол. Ему тяжело. Но женщины удивляются очень сильно. Они думают, почему мужчины такие странные, их надо 10 раз просить, прежде чем они этот пол дурацкий помоют. Да легче мне самой это помыть всё. 10 раз. Так, женщина, или нет? Или мужчина говорит, слушай, ты меня уже достала. То закрыть форточку, то открыть. То тебе это нравится, то тебе это не нравится. Ты же только что хотела это съесть. Я думал, у этого другой вкус. Так он, это же то же самое блюдо, что я тебе вчера предлагал. Ты вчера нормально поела, а сегодня уже не нравится. Видите, так очень динамично работает чувствительность у женщины, а у мужчины статично. Если ему что-то нравится, ему всегда одно и то же нравится. А женщине нравится всё по-разному. Ну то есть, другими словами, этикет поведения очень сильно зависит от того, как эгоизм пропитывает наши структуры психические. Видите, я вам сейчас говорю об анатомии тонкого тела. Например, в уме тоже есть разница между мужчиной и женщиной. Потому что ум состоит из характера, из черт характера. И у женщины, допустим, очень активны такие черты характера, как сострадание, доброта, заботливость, способность что-то сделать для кого-то. Ну то есть, желание служить. Или, допустим, у женщины развита в характере скромность просто. Ей не нравится выставлять себя на показ. У женщины в характере сильно развито родственное чувство отношения с родственниками. Допустим, она очень склонна чувствительно относиться к тому, как ведут себя родственники, к их взглядам на жизнь и так далее. Но у мужчины все наоборот. У мужчины в характере развита склонность к достижению какой-то цели в жизни, каких-то результатов. Мужчине нравится побеждать себя, а женщине, наоборот, в гармонии с собой нравится жить. Мужчине нравится быть храбрым, а женщине, наоборот, в ней страх управляет ее жизнью. Мужчине, допустим, нравится быть строгим, ответственным. Это в его характере развито, в мужском. А женщине, наоборот, кажется, что строгость — это, может быть, не самое лучшее, что нужно в жизни проявлять. И так далее. То есть колоссальная разница между мужчиной и женщиной в проявлении характера. И отсюда разница также в восприятии мира. И отсюда также разница в понимании вещей.